Какие компании уже добились больших результатов в 2020 году и удостоились звания лучших экспортеров страны? Узнаем это прямо сейчас на награждении премии «Экспортер года». На сцену приглашается первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Ремович Белоусов. Спасибо. Дорогие друзья, доброе утро. Мне очень приятно выполнить функцию награждения сегодня, потому что действительно конкурс «Экспортер года» стал уже традиционным и, безусловно, стал центральным событием в области поддержки экспорта, который происходит в течение года в нашей стране. И хотя действительно в этом году накал страстей, количество заявок было очень велико, необычно велико, почти 2000 заявок, 1700 в 12 номинациях, отобрать победителей было крайне сложно. Тем не менее мы это сделали. Так вот, я хочу сказать, что, конечно, победили в этом конкурсе не только номинанты, лауреаты конкурса, но прежде всего страна. Потому что для нас это конкурс, это прежде всего возможность увидеть лучшие практики, которые используют экспортеры для продвижения своих товаров и услуг на внешние рынки, а также увидеть те проблемы, барьеры, с которыми не сталкиваются. Все это тщательнейшим образом обобщается, анализируется, принимаются решения, выстраиваются новые механизмы, корректируется работа российского экспортного центра и других структур, которые занимаются поддержкой экспорта. Поэтому я хочу отметить, что, конечно, победителей в этом конкурсе гораздо больше, чем те, кто сегодня будет присутствовать и участвовать в церемонии награждения. Я искренне хочу поблагодарить всех тех, кто принял участие в этом конкурсе, всех тех, кто в сложнейших условиях прошлого года и текущего года продвигал свои товары, свои бренды, услуги на внешний рынок. Ну и, конечно, российский экспортный центр «Эксар» и «Росэксимбанк», которые организовали этот конкурс и, в общем-то, внесли очень важный вклад в победу российских экспортеров. Спасибо вам. Давайте приступим тогда. Начинается церемония награждения. В номинации «Трейдер года» в категории «Малое и среднее предпринимательство» награды получают Ю Макаев Ринат Равильевич, директор филиала научно-производственного объединения «Броня. Волгоградская область». Экспортный форум сделан в России снова здесь, чтобы ответить на самые главные вопросы. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин. Председатель правительства Республики Сербии Анна Брнабич. Добрый день, госпожа Бронябич. Еще раз добрый день, уважаемые участники и гости. Международный экспортный форум, сделанный в России, уже несколько лет собирает представителей власти, институтов развития, экспертного и бизнес-сообщества, ну и, конечно, наших зарубежных друзей. В этом году страной-партнером нашего мероприятия выступает Сербия, и сегодня здесь присутствует моя коллега, премьер-министр Сербии Анна Брнабич. Форум – хорошая площадка для содержательного и конструктивного диалога, чтобы обсудить актуальные вопросы, касающиеся не сырьевого, не энергетического экспорта. Найти практические решения, которые помогут расширить нам географию и увеличить объемы поставок российских товаров и услуг на международные рынки. Главная тема сегодняшней пленарной сессии сформулирована так – 2030 год уже завтра. Что делать? Звучит, наверное, риторически, ведь впереди еще 10 лет, но действительно сегодня это точно сформулированный и своевременный вопрос. Процессы в мировой экономике развиваются стремительно. Меняются спросы и структура потребления, а взрывной рост цифровых технологий заставляет бежать еще быстрее, чтобы двигаться вперед. Кроме того, перед нами амбициозная цель, которую поставил президент России – обеспечить 2030 году реальное увеличение экспорта не сырьевых, не энергетических товаров не менее чем на 70%. Сегодня уже можно говорить, что глобальные рынки в целом оправились от шока, который вызвала пандемию. Россия не только вернулась на докризисный уровень, но и превысила его. В том числе хорошие результаты показывает и несырьевой, не энергетический экспорт. В текущем году ожидается, что его объем составит свыше 180 миллиардов долларов. Это станет самым высоким показателем за последние три года. Важно, что увеличение экспортных поставок превысило темпы мировой торговли. Но даже в условиях позитивного тренда, конечно, ситуация требует пристального внимания и контроля. Баланс на внешних рынках еще не найден. Мы наблюдаем резкие колебания ценовой конъюнктуры. Из-за введенных ограничений и закрытых границ нарушены логистические цепочки. Сохраняется турбулентность в торговой политике. И локальные дефициты товаров по-прежнему остаются реальными риски для усиления протекционизма, для наращивания российского экспорта, не сырьевых, не энергетических товаров, конечно, нужны значительные трансформационные процессы в нашей экономике. Такая задача выполнима. В ряде системообразующих отраслей, в промышленности, в сельском хозяйстве накоплен большой потенциал. И в основном это производство с высокой добавленной стоимостью. Они формируют точки роста, стимулируют развитие смежных отраслей. Считаю, что главным двигателем увеличения доли российской продукции во внешней торговле может и должна стать предпринимательская инициатива. Конечно, государство будет оказывать необходимое содействие, чтобы сохранять набранный темп и достичь национальной цели. Важно и дальше создавать условия для повышения сбыта отечественных промышленных товаров, обеспечивать широкий выход наших предприятий на внешние рынки, вовлекать в это больше предпринимателей, прежде всего, малый и средний бизнес. Сейчас компаний, ориентированных на экспорт, у нас менее 1%. Этот дисбаланс предстоит преодолеть. Нам нужна единая система поддержки промышленных экспортеров, которая могла бы подстраиваться под требования покупателей и делать работу на зарубежных направлениях проще и удобнее. А также комплекс мер для помощи компаниям, которые они будут получать на каждом этапе своего развития. В том числе в части снижения административных и организационных барьеров для выхода на внешние рынки. Необходимо помогать и начинающим экспортерам. Ведь зачастую они производят хорошую, конкурентноспособную продукцию и стремятся найти иностранных покупателей, но просто не знают, с чего начать. Действуют буквально методом проб и ошибок. Опасения непросчитанных рисков могут ограничивать маневры, лишать их стимулов и инициативы. Такие предприниматели должны иметь возможность получить всю полезную информацию и недостающие знания, чтобы скорее выходить на более высокие уровни зрелости и приобретать необходимый практический опыт. Сегодня бизнесу, особенно малому, также нужно понимать принципы работы электронной коммерции, серьезного канала реализации продукции, знать не только, как проще найти покупателя за рубежом, но и как доставить товар до его двери. Надо развивать инструменты финансовой поддержки, чтобы и крупные российские производители конкурировали не только качеством, но и ценой, а также хорошо структурированным финансовым предложением, которое они смогут сделать своим иностранным партнерам. Все это уже задачи государства. Именно поэтому мы формируем комфортную для компаний эко-среду, которая гармонично встроится в их бизнес-процессы. Она будет помогать, а не создавать дополнительные трудности. Представление услуг станет естественным и, главное, не обременительным. Для таких целей и была запущена в прошлом году цифровая платформа «Мой Экспорт». Это система онлайн-сервисов для российского бизнеса, которая помогает ему при выходе на внешние рынки. Предприниматели буквально круглосуточно могут получать квалифицированную поддержку. Правительство приняло еще одно решение. Теперь экспортерам станет значительно проще лицензировать продукцию двойного назначения, в отношении которой установлен экспортный контроль. И процедура полностью оцифрована. С сегодняшнего дня подавать документы, а затем получать лицензию можно будет в электронном виде. Необходимо эффективно использовать возможности экономической интеграции в рамках Еврозес. Мы создаем единые рынки со свободой передвижения товаров, услуг, инвестиций и рабочей силы для более чем 180 миллионов потребителей. Действуют зоны свободной торговли, в том числе и с Республикой Сербии. И готовим новые соглашения с зарубежными партнерами. Все это открывает дополнительные возможности для российских экспортеров как для поставок конкурентной продукции в государства-члены Союза, так и для совместной с партнерами работы на рынках третьих стран. В нашей стране производится продукция высокого качества, и нужно активно продвигать ее, демонстрируя преимущество, надежность, развеивать мифы и ложные стереотипы. Расширение внешней торговли – это мощный драйвер развития всей нашей экономики, дополнительная загрузка мощности и диверсификация производства, создание новых рабочих мест. Для решения, в том числе этих задач, правительство также проводит реформу институтов развития. Она должна обеспечить скоординированную и адресную поддержку бизнеса, определить вектор для инвестиций. В рамках форума запланированы интересные дискуссии, которые, рассчитываю, приведут к конструктивным предложениям. Нужно сформировать понимание, как эффективно используя преимущества российской экономики, достичь национальной цели по росту не сырьевого, не энергетического экспорта. Здесь присутствуют и члены правительства. По итогам обсуждения я прошу коллег тщательно проработать предложение экспортеру. Уважаемые участники и гости форума, сегодня прошло награждение победителей Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта экспортер года. Приятно отметить, что интерес к конкурсу растет. В нынешнем году в нем приняли участие уже более 1800 компаний. Это рекордное число за всю историю его проведения. Я с удовольствием поздравляю всех, кто добился отличных результатов и желаю новых побед, реализации самых амбициозных и смелых идей, а участникам форума всем вам продуктивной работы. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Республики Сербии Анна Бурнабич. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемый премьер-министр Михаил Владимирович, уважаемые спикеры и участники, для меня большая честь принять участие и обратиться на открытие этого важного форума. Тема, которую вы выбирали в этом году, является одной из самых значимых в данный момент. 2030 год действительно на пороге. Вне зависимости от того, насколько трудно сегодня представить себе неизбежно стоящее пред нами изменение глобальных тенденций, мы все-таки можем в значительной степени предсказать некоторые тренды будущего развития. Я прошу прощения, но я сейчас должен продолжить на сербском. АПЛОДИСМЕНТЫ Как председатель правительства Республики Сербии, постоянно задаюсь вопросом, что мы в правительстве Республики Сербии можем сделать для того, чтобы люди и экономика в Сербии с большей готовностью встретили будущее и стали более конкурентными с тем, чтобы качества жизни и уровни жизни постоянно росли. Сербии удалось сдвинуться с места и начать побеждать. После десятилетия экономического спада Сербия под руководством Александра Вучича, тогдашнего премьера, сегодняшнего президента, благодаря успешно проведенной фискальной консолидации и реформам, которые в значительной степени совершенствовали деловую обстановку, ей удалось перевернуть вещи в свою пользу, уменьшить безработицу, увеличить капитальные инвестиции и пойти путем политической и экономической стабильности. Пять лет тому назад, в 2016-м, мы поняли, что мы должны пойти шаг дальше, продолжать меняться для того, чтобы дополнительно ускорили наш экономический рост, наверстить упущенные десятилетия и позиционировались как страна-победитель в 21 веке. Мы знали, что мы должны преобразовать нашу экономику от экономики, основанной на трудоемких инвестициях, до экономики, основанной на знаниях, творчестве, именовациях и новых технологиях. Тогда мы приняли стратегическое решение начать всеобъемлющую цифровизацию государственной администрации, нашей экономики и нашего общества в целом. Всего за четыре года нам удалось от сектора информационных и коммуникационных технологий сделать быстрорастущий сектор нашей экономики, который одновременно является и крупнейшим экспортером, гораздо большим, чем сельское хозяйство, несмотря на то, что Сербия рассматривала сектор сельского хозяйства как сектор с самым большим потенциалом. Нам удалось ввести программирование, как обязательный предмет в начальных школах, создали классы, специализированные в средней школах. В следующем году заканчиваем полную цифровизацию всех школ в Сербии. У всех учеников будет доступ в высокоскоростном интернете и учебным материалам, что станет залогом для цифрового будущего. Мы увеличили мощности наших технических факультетов, построили четыре научно-технологических парка, мы создали налоговые льготы, создали фонд для науки и в более чем 10 раз увеличили бюджет фонда инноваций. Все это некоторые вещи, которые мы сделали параллельно с введением электронного правительства, с тем, чтобы государственная администрация была более эффективной, прозрачной, и сервисом доступным гражданам экономики 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Я горжусь результатами, которые Сербия осуществила, и должна признаться, что я лично посвятила большую часть времени и наблюдала за развитием новых технологий в Российской Федерации. Я училась у вас благодаря чему нам удалось наладить важное партнерство с крупнейшими научными центрами мировыми, такими, как Сколково, с огромными инвестициями в капитальные проекты. Мы строим дорожную и железнодорожную инфраструктуру, в которой сотрудничаем с российскими компаниями, как РЖД. И это нам помогло, чтобы в прошлом году, году пандемии, у нас экономический спад был минимальным, только 0,9%, а в этом году мы восстановились и ожидаем, что после динамичного роста этот рост будет превысить 7%. Чтобы продолжить с такими успехами, правительство Сербии определило четкий путь и приоритеты 2030-х год. Мы продолжим инвестировать в знания, инновации и передовые технологии. Если посмотреть до 2030-го года, наши три приоритета развития будут. Первое, развитие и употребление искусственного интеллекта. Второе, увеличение мощностей области биомедицины, биотехнологии, биоинформатики, биоразновидности. И третье, энергетическая надежность и стабильность и устойчивое развитие и защита окружающей среды. Иными словами, зеленая повестка дня. Развитие искусственного интеллекта мы определили как стратегически важную опору дальнейшего экономического развития Сербии с ясным планом, чтобы до конца 2030-го года Сербия стала региональным лидером в этой области. Стратегию развития искусственного интеллигента мы приняли первую в регионе и 26-е в мире и начали применять ее. Мы создали Институт развития искусственного интеллигента, обеспечили платформу для развития искусственного интеллигента, которую сегодня бесплатно используют все наши научно-технологические парки, университеты, институты и также работаем на развитии и использовании искусственного интеллекта в государственной администрации. Предусматриваем, что искусственный интеллект до 2030-го будет участвовать в мировом ВВП 15,7 триллионов долларов. Мы в этом видим большой шанс для Сербии. Вторая стратегическая важная опора экономического развития биоэкономика. Наш новый современный биокампус по медицине, биотехнологии, биоинформатике, биоразновидности будет самая большая площадка для работы научных институтов, стартапов и больших компаний. Это инвестиция 200 миллионов евро. До 2030 года мы ожидаем, что в Сербии будет осуществлен доход, превышающий миллиард евро. Как первый шаг в создании био-4 кампуса, мы открыли центр по секвенсированному геному. Биотехнология не будет решающим фактором для нашей системы здравоохранения и медицины, но и для экономического развития, и, несомненно, для национальной безопасности. Мы также желаем до 2030 года иметь персонализированный доступ к медицине. И также мы сделали очень большой шаг с производством спутника ВИИ вакцины. Я искренне благодарю за поддержку, которую нам Российская Федерация оказала, чтобы эту превосходную вакцину мы расфасовывали, производили в Сербии. Ясно. Также мы все находимся на пути к новой энергетической будущей. И это наш третий стратегический фокус. Мы, Российская Федерация, самый близкий партнер и друг в достижении энергетической надежности и безопасности для нашей гражданной экономики. Это доказала недавняя договоренность наших двух президентов. И я вам пользуюсь случаями за это искренне и сердечно благодарю. Очень большую поддержку нам в энергетике оказала Российская Федерация. В смысле внешней политики Сербия нацелена на полноправное членство в Европейском Союзе. Но это ни в коем случае не является препятствием для дальнейшего совершенствования политических, экономических и всех других отношений на всех уровнях между Республикой Сербии и Российской Федерацией. В создании повестки дня развития Сербии до и после 30-го года партнерство с Российской Федерацией является сильной опорой. И здесь я особо хочу подчеркнуть наше сотрудничество в области инноваций и передовых технологий. Наше сотрудничество в строительстве Центра высоких технологий и инноваций, для которого мы рамочный контракт подписали вчера. Создание точки кипения в Сербии как центра, связанного с сетью дигитальных хабов в России. И будущее сотрудничество с Роскосмос и Ростех и с другими субъектами из Российской Федерации, которые являются мировыми лидерами в осваивании знаний для всего человечества. Между партнерами – залог и лучшая основа успеха. Именно потому, в качестве премьера-министра Сербии, я буду работать над укреплением нашего партнерства, чтобы оно стало еще сильнее. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и пригласить все заинтересования российской компании работать вместе с нами, делиться инновационными решениями и радоваться достижению тех телов, которые мы вместе будем ставить в будущем. Всем участникам этого форума желаю успехов, творческих идей и, можественно, вдохновляющих решений. Спасибо вам большое. Мировая экономика Столкнулась с крупнейшими системными вызовами с середины 20-го века. Кризис ярко проявился в глобальной логистике. На рынке контейнеров спрос привысил предложение. Надежность поставок оказалась под вопросом. Одна авария в Суэцком канале стоила в мировой торговле миллиарды долларов. Локальные локдауны разорвали многолетние производственные схемы. Мгновенно возникли дефициты электроники, автомобилей, продуктов питания, медикаментов и товаров для ног. Арина конкуренции расширяется на цифровую среду и дар. Временная шкала столкнулась. Решение надо принимать мгновенно, ориентируясь на конечный результат. Российским экспортерам, в том числе благодаря господдержке, удается демонстрировать устойчивый рост. Обновляется максимум объектов незырьевого, неэнергетического экспорта. По итогам года он превысит 180 миллиардов долларов. Это исторический рекорд. Поставки российских вакцин составили 900 миллионов долларов за 9 месяцев. Россия лидирует в экспорте многих товаров. От продуктов питания до машиностроительной продукции. Экспорт открывает новые возможности для всех. Новые рабочие места, налоги, из которых финансируется социальная сфера. Экспорт – это рост, он не составил для каждого. Некоторые футуры 2014 года корректизируются. Фокус внимания смещается в сторону климатической, энергетической, биологической устойчивости. Новые технологии и материалы приходят в традиционные отрасли промышленности и сельского хозяйства. Мы входим в новый мир, в котором сменяются ценности ресурсов, трансформироваются модели производства и потребления. Каким представляется образ российского экспорта в будущем? Поговорим на бронарной сессии форума «Сделано в России». Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин. Председатель Центрального банка России Эльвира Набиулина. Министр внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов. Его высочество Тани Бин Ахмед Аль Зауизи. Первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров. Основатель ЭТЭК-компании «Роббо» Павел Фролов. Основатель IT-платформы для ESG-закупок «Битзар» Андрей Черногоров. Исполнительный директор группы компаний «Эфко» Сергей Иванов. Модератор пленарной сессии Николай Корженевский. Руководитель лаборатории «Сбериндекс», журналист, финансовый обозреватель. Добрый день. Позвольте всех еще раз поприветствовать. Всех, кто присутствует в зале, кто смотрит сейчас нас по телевидению онлайн или посмотрит позже. Конечно же, поприветствовать всех участников сегодняшней сессии, спикеров, которые расположились вдоль сцены. И еще раз поблагодарить председателей правительств России и Сербии. Вот Михаил Владимирович сейчас выступал и в очень таких политкорректных, выверенных формулировках нарисовал картину мира, в котором мы сейчас живем. Пока я готовился к этой сессии, мне попалась на глаза фраза философа Валерштайна. Ну, тестировать таких господ надо, наверное, аккуратно. Это очень левый деятель, но тем не менее. Он сказал примерно следующее. Периоду 25-го, 50-го года не будет хватать мира, стабильности и легитимности. И, ну, это почти наш современник, да, он умер пару лет назад, но вряд ли он мог представить, с какой скоростью будут развиваться процессы, о которых он говорил. Ну, и вот, уважаемая аудитория, если быть совсем откровенными, кто из вас 10 лет назад сказал бы, что апологетом свободной торговли будет Китай, а Соединенные Штаты вполне на официальном уровне будут прямо упоминать слово протекционизм, да? Я напомню, что вот буквально на днях министр финансов Соединенных Штатов Джанет Келлен сказала, что, возможно, для поддержки экономики потребуются меры, которые будут похожи на протекционизм. Ну, это тоже политическая формулировка, очевидно, да, тоже она должна быть просто аккуратной. Что в этих условиях, условиях и изменяющихся институтов, и изменяющейся структуры экономики, да, про ковид, как мы видим, никто уже особенно не говорит, но он оставил тяжелый отпечаток. И на структуре потребления и производства. Как это все будет на нас влиять в долгосрочной перспективе? Вот здесь в зале присутствуют и представители всех уровней исполнительной власти, федеральной, главы регионов, иностранные гости, ну и, конечно же, бизнес, которому предстоит, наверное, больше и сильнее всех сталкиваться с этими проблемами и вызовами. Что может предложить Россия и в плане регулирования, и в плане поддержки бизнеса, как нам действовать? Вот об этом будем говорить в оставшийся ближайший примерно час. Формат будет несколько нехарактерным. Я буду просить, сегодня у меня такая роль конференсье, буду просить спикеров просто занимать сцену и в формате TED-talk, в формате короткого выступления, коротко говорить об основных тезисах на тему 2030 год уже завтра и что делать. Спикеры, конечно же, были подготовлены и ознакомлены с этой задачей заранее. Я предлагаю приступать к содержательной части. Алексей Леонидович, первое слово вам, председатель, прошу прощения, глава счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин. Алексей Леонидович, ну вы по праву считаетесь одним из отцов-основателей системы внешней торговли, институтов, которые регулируют внешнюю торговлю Российской Федерацией. Конечно, интересно бы узнать ваше мнение по поводу того, к чему мы пришли в 2021 год, ну и, безусловно, о тех самых трендах. Прошу вас. Спасибо. Друзья, ну вот даже этот вопрос меня сейчас, вот прямо в данный момент, напомнило, что мир признал Россию рыночной экономикой в 2003-2004 году. До этого мы не считались таковой. Это значит, что те правила торговли, правила производства, которые были в России, не принимались как рыночные, как коммерчески ориентированные. Поэтому мы в современной рыночной экономике не так давно. А сегодня, в эти дни, мне приятно вспомнить еще об одном событии. 16 декабря 2011 года было подписано соглашение протокола вступления России в ВТО. Сама церемония была несколько позднее, на несколько месяцев. Но тогда, я помню, нашу страну представляли Эльвира Схайбзадовна и Игорь Шувалов. До этого над этим работали мы с Германом Грефом. Поэтому сегодня юбилей, событие. Тем не менее, сегодня, может быть, слегка свысока смотрят на условия ВТО. Но, в общем, миру нужны координаты, в которых мы работаем и понимаем, что мы друг друга не обманываем. В части субсидий, демпинг, альгот, которые имеют наши предприятия. Все-таки мы работаем на единых рынках, и потребность в единых правилах будет только усиливаться. Если ВТО сейчас ослабло или мы меньше на это обращаем внимание, то в ближайшее время перед нами серьезный вызов такие правила создавать. Они будут создаваться в том числе в самых новых технологиях, в их регулировании, в цифровизации, в кибербезопасности и в других вещах, которые, безусловно, определяют сегодня мировую торговлю. Я хочу обратить внимание, что темпы роста мирового ВВП в реальном выражении, темпы роста торговли, здесь не вполне, может быть, сейчас постоянные данные, но темп роста торговли будет всегда опережать рост ВВП, будет расти специализация стран по производству отдельных видов товаров, будет создаваться тысячи и миллионы новых продуктов в разных центрах мира, и эти центры расширяются. Поэтому мы, желая создать свою ноу-хау, свою добавленную стоимость, будем использовать лучшие достижения и компоненты, чтобы создать свой лучший продукт. Будет это самолет, это станок, это будет гаджет, поэтому мир будет расширять обмен товарами, торговля будет расти быстрее мирового ВВП. В этом смысле и нашей стране нужно быть совершенно открытым миру, иметь абсолютно прозрачные правила, как экспорта, так и импорта в нашу страну. Конечно, Россия и даже страны ЕС вместе только примерно 2% мирового ВВП и примерно 2% в текущих ценах, в номинальных ценах и 2% мирового торговли. Конечно, нам трудно превалировать на мировых рынках, чтобы определять стандарты торговли или стандарты технические, по которым мы работаем на этих рынках. Сегодня, работая на экспорт на европейские рынки, мы должны учитывать европейские стандарты, на рынок США или рынок Китая мы должны учитывать эти стандарты. Поэтому мы сегодня от этого зависим, это наша особенность, с которой мы должны считаться. Чтобы мы использовали экспорт как серьезный драйвер российской экономики, а я еще раз повторю, что только внутренний спрос нашу экономику не вытащит на 3% роста и больше. В этой связи мы должны расти 5% в год по внешней торговле и 15% по экспорту несырьевых товаров и услуг. Сегодня, кстати, премьер-министр Михаил Мишусин сказал, что мы на 180 миллиардов долларов вышли по несырьевому экспорту в этом году. Это, в общем, неплохой показатель, но это намного меньше, чем то, что нам нужно. Это неплохой показатель с точки зрения тех целей, которые себе поставили. Но представьте себе, что нам, в общем, нужно серьезно усилить, допустим, удвоить этот объем, как мы говорили об этом еще 2-3 года назад. Это означает, что все наши усилия, количество предприятий, количество проектов и продуктов, которые мы должны представить, примерно удваивается, потому что не только отдельные предприятия смогут так нарастить этот темп. Следующий слайд. Конечно, стабильность, что является первым главным фактором? Стабильность национальной валюты. Я хочу вам напомнить, что за нулевые годы, когда цена на нефть росла, у нас быстро укреплялся рубль. И у нас среднеэффективный курс увеличился почти на 90% за нулевые годы. Он увеличивается не только через номинальные значения, я напомню, но и через более высокий рост инфляции, то есть издержек по сравнению со странами, нашими партнерами. Это влияет на среднеэффективный курс. И почти его удвоение, укрепление в два раза означает, что мы снижаем барьер на вход импорта в нашу страну примерно в два раза и увеличиваем издержки наших предприятий почти в два раза. А когда курс еще и прыгает, то это означает, что или скачет, или качается, то это означает, что мы все время не имеем стабильную систему координат, по которой мы определяем свою экспортную эффективность. Поэтому стабильность курса является важнейшим, краеугольным, фундаментальным качеством для экспортно-ориентированной экономики. Причем вы должны быть уверены, что начав это производство, вложившись в новые технологии, через 10 лет у вас будут эти условия, которые позволяют вам все эти ваши задачи, ваши намерения, прогнозы исполнить. То же самое в отношении правил игры, налоговой системы, других правил регулирования. Вы можете спросить, сегодня мы уверены, что через 10 лет у нас правила игры будут стабильные, внимание правительства и внимание обстановка, условия внешние, внутренние будут таковы, что мы будем в благоприятных условиях по экспорту самых высокотехнологичных продуктов, на которые мы ориентируемся. Мы вложим свои большие инвестиции в неокры и в их производство, и мы их добьем в нашей будущей жизни, в том числе экспортной продукции. Поэтому это важно. Следующее – это торговые соглашения. Я сказал уже ВТО, нам нужно, конечно, усиливать и уточнять правила мировой торговли. Страны должны между собой на общих рынках договариваться. Много еще пустых мест, много серых зон, тем не менее, еще правила используются, и мы не должны здесь от них серьезно отступать. У нас в Сенат 11 соглашений, у других стран, например, у США 20 соглашений, более обширных по своим зонам. То есть это продвижение своих товаров. Борьба за торговые соглашения – это сегодня новые условия. Вы знаете, торговые войны, когда закрываются эти соглашения, потом открываются. Но, тем не менее, крупные, сильные страны сегодня пытаются расширить зоны своей торговли. И теперь, правильно было сказано, Китай будет в этой борьбе стараться быть очень агрессивным. Напомню, что, когда мы вступали в ВТО, средний уровень тарифной защиты российского экономики был примерно 11%. На завершение нашего переходного периода ВТО, который уже завершился почти по большинству товаров, мы предполагали, что это должно быть не больше 7. Сегодня около 8 с небольшим наша тарифная защита. Но если ее взвесить по среднему взвешенному импортному тарифу, с учетом той продукции и той конкретной зоны страны, в которую мы взвесим по объему продукции в отношении соответствующей страны, то у нас 5,5 защиты, она выше, чем в ЕС. Мы немного более закрытая экономика, чем другие страны. Но мы должны понимать, что, желая привлечь новые технологии для нашего производства, мы когда-то должны будем близко идти к тому, что сегодня мир имеет. Конечно, самый большой вызов перед нами – это энергопереход. И вот здесь два сценария. Более устойчивое, сценарий умеренный, устойчивого развития по снижению спроса на нефть и реализация сценария Нетзера, который к 2050 году объявлен для мировой экономики. Повторяю, не все сейчас подтвердили это, и не все еще мы знаем, не весь мир перейдет к 2050 году на Нетзера по углеводороду, но это большой для нас вызов. Друзья, Россия живет неплохо, и то благосостояние, и тот уровень возможности импорта, который мы ошляем за счет наших валютных ресурсов, достигнут не нашей конкурентной способностью только в технологиях, в промышленности, в услугах, а добычей нефти. Поэтому мы немного в более привилегированном положении перед всеми, обеспечивая вот этот уровень нашей жизни за счет более простых товаров, а, в общем-то, полученных из недр. А нам теперь придется уже в рамках вот этой новой политики заместить в значительной степени, не полностью, еще десятки лет нам потребуется углеводорода, но частично заместить промышленными товарами и услугами. Поэтому сегодня все, что мы говорили, очень конкретно стоит в части того, что нам нужно найти эти возможности, и вызов перед правительством, перед нашей экономикой очень большой. Ну, здесь уже назывались темпы роста и нашего несырьевого экспорта, есть какие-то примеры прорывных продуктов, только вакцины за этот год выросли больше, чем на 1,2, то есть составили экспорт больше, чем 1,2 миллиарда. Это не только вакцины от ковида, это другие вакцины, которые Россия тоже производит. Это хороший прорывок в разы, поэтому в России есть этот потенциал, мы должны его использовать. Следующий слайд. Я, конечно, должен сказать и о том, что нужна поддержка. Я бы начал с последней строчки, логистическая. Вообще, если мы собираемся увеличивать экспорт товарный, то, конечно, нам нужны и серьезные транспортные и логистические центры для того, чтобы существенно расширять производство и транспортировку продукции. У нас, в общем-то, с этим есть определенные проблемы, есть узкие места, поэтому нам придется эти дороги и пути, и каналы наращивать. Безусловно, нам нужны новые платформы для того, чтобы средний, малый бизнес тоже выходил на мировые рынки. Вообще, по цене и качеству зачастую они конкурентоспособны. Эта продукция может быть не самая высокотехнологичная, не самая сверх такой новая, потому что нужна много традиционной продукции. Но многие предприятия не готовы работать с чужими юрисдикциями, проходить все эти барьеры. Здесь нужен зеленый коридор. И в этом смысле, конечно, будет расти роль разных платформенных решений, как «Озона», «Яндекс.Маркет», «Сбермаркет», «Вайлберис», «Тимол» и другие. Но это пока в миллиардах рублей экспорт через эти платформы исчисляется, а не в миллиардах долларов. Это пока очень мало. Это не те примеры западные, которые мы имеем, либо бы и другие. Поэтому нам здесь еще придется наращивать свои усилия и помогать, в том числе, этим платформам. Конечно, нужна техническая поддержка по сертификации регламентам. Я сказал, что это краеугольный камень для работы с другими юрисдикциями. Нужна финансовая поддержка, потому что там другие риски, там нужны другие страховки. И здесь, соответственно, наши институты должны, которые созданы, работать на это. Ну и вот мы сегодня под эгидой РЭЦ работаем, и мы, как счетная палата, проверяли РЭЦ. Мы написали свои замечания или какие-то рекомендации. Но я бы отметил, что в этом проверке мы провели опрос. 84% фирм рассчитывают на регулярную горстоподдержку, которую экспортируют. У 62% возникли сложности с ее получением технического или регуляторного характера. Поэтому нам есть над чем работать для того, чтобы выполнить вот эти стратегические цели. И последний слайд, это просто я подтвержу, что те четыре кита, с которыми мы должны работать, это стабильная макроэкономика, правила игры, политика, тарифные соглашения, диверсификация и сторонняя поддержка правительством нашего экспорта. Он должен стать обычной практикой, которую никто не боится. Этот барьер не должны бояться. Это должно быть естественным. Алексей Леонидович, спасибо большое. Эльвира Схивзадовна. Далее, позвольте предоставить слово вам. Ну вот, Алексей Леонидович аккуратно уже упоминал валютный курс. У меня более, конечно, широкий вопрос. Вопрос в целом про тренд до 2030 года. Но, пожалуйста, да, сцена ваша. Мой вопрос все-таки, чем ЦБ может быть полезен для экспортеров? И, может быть, это касается не только монетарной политики и курса. Есть много регуляторных функций, есть инфраструктура. Пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья. Действительно, рост несырьевого экспорта – это цель, потому что несырьевое означает диверсификацию нашей экономики. Экспорт означает, что продукция, ее конкурентоспособность признаны на международном уровне. Что продукция востребована не только внутри страны, но и в мире. И, поверьте, когда ЦБ принимает разные решения по изменению ключевой ставки, по изменению банковского регулирования, во мне где-то просыпается бывший министр экономики, и я всегда анализирую, как это скажется на несырьевом экспорте и на малом бизнесе. Потому что, на мой взгляд, и несырьевой экспорт, и малый бизнес – это те типы бизнеса, которые в нашей стране точно требуют особого специального отношения. Это те бизнесы, с которыми связано развитие будущего нашей страны. Мы стараемся делать так, чтобы финансовая система была для вас удобна. Ну вот, назову тему, которая связана с валютным контролем от экспортеров, несырьевого экспорта. Всегда этот вопрос звучал. С 1 июля у нас отменилось требование по экспроприации валютной выручки. Вначале было в национальной валюте, а теперь уже и в иностранной валюте. Я надеюсь, что это работает и вам помогает. Мы учитываем, например, страховое покрытие Эксара в банковском регулировании, с тем, чтобы этот инструмент работал. Но сегодня я хотела бы затронуть три темы. Первое – это денежно-кредитная политика. И почему мы считаем, что та политика, которую мы проводим, она защищает ваши инвестиции, она делает бизнес более предсказуемым, она делает более доступным финансирование. Вторая тема – это все, что связано со снижением издержек, когда бизнес работает с финансовой сферой. Это все, что связано с расчетами, с платежами. Но я коснусь сегодня только одного большого проекта, для нас большого проекта – цифровой рубль. И третья тема – климатическая повестка, энергетический переход. С учетом структуры нашей экономики мы все понимаем, что это будет нелегко, но для инновационного бизнеса это открывает где-то даже больше возможности по получению финансирования на лучших условиях. Начну с денежно-кредитной политики. Мы перешли к таргетированию инфляции, наша цель – 4%, 7 лет назад. До этого был тот или иной механизм управления курсом. И я не исключаю, что в этом зале некоторые с ностальгией вспоминают те времена, когда был этот режим. Потому что действительно стабильный курс очень важен для внешнеэкономической деятельности. Но все-таки эта стабильность, она такая была, скажем, временами и кажущаяся. Потому что как только случался внешний шок, у нас происходило резкое обесценение курса. Вот если посмотреть за 20 лет, у нас было 3 периода резкого обесценения курса. Меньше, чем за 20 лет – 98, 2008, 2014, 2015. Если посмотреть инвестиционный цикл, цикл отдачи, то практически 2 или даже 3 эпизода такого резкого изменения курса. И я думаю, что у многих бизнес-проекты просто не сходились, были во многом разрушены таким изменением. Плавающий курс, он позволяет легче абсорбировать вот эти внешние шоки. И для экономики это меньше издержки. Да, краткосрочно он может чуть больше колебаться. Но в целом он позволяет уменьшить риски вот таких резких изменений курса. И на наш взгляд, ориентация и то, что мы сосредоточились на ценовой стабильности, это гораздо более важно. Потому что контроль инфляции важен для того, чтобы… Контроль инфляции – это вообще дверь для появления в экономике длинных денег. Не бывает дешевых кредитов при высокой инфляции. Какая бы ни была ключевая ставка, если инфляция высокая, кредитор, банк всегда это учтет в процентных ставках по длинным деньгам, потому что он не хочет, чтобы его процентный доход был съеден инфляцией. Инвестор всегда это учтет в купонах по облигациям, с тем, чтобы купоны эти также покрывали потенциальную инфляцию. То есть эта инфляция, инфляционная премия, чем выше, тем меньше доверия к банку центральному, что он собирается серьезно контролировать инфляцию. И поэтому длинные деньги появляются только при условии низкой инфляции. Поэтому это важно для нас. И мы это делали. И мы видим, как, например, ипотека, которая является длинным кредитом, стала развиваться именно в период снижения инфляции и ее стабилизации. Второе. Высокая инфляция тоже не бывает стабильной. Она всегда волатильна. Чем выше инфляция, тем больше она колеблется из года в год. А что это означает? Это означает, что относительные цены тоже очень сильно колеблятся. И предприятиям достаточно тяжело управлять своей рентабельностью. Потому что, кажется, да, вот цены на вашу продукцию растут, ваша выручка растет, но при этом и растут и сдержки, причем непредсказуемым образом. Потому что разброс темпов роста цен при высокой инфляции достаточно большой. Я думаю, вы это видите сейчас на своем опыте. Поэтому управление издержками, управление рентабельностью, предсказуемость проектов, конечно, выше при контроле инфляции. Еще раз, доступность длинных денег гораздо больше зависит от уровня инфляции, чем от ключевой ставки. От ключевой ставки у нас зависит стоимость коротких денег. Поэтому мы, конечно, намерены проводить политику, которая, несмотря даже на рост сейчас, всплеск инфляции, приведет инфляцию к цели и позволит ее удерживать на относительно стабильном уровне. Вторая тема, которую я хочу затронуть, это цифровой рубль. Вы знаете, мы много проектов делаем по развитию системы платежей, потому что технологии сейчас позволяют быстро осуществлять платежи. И уже никто не готов ждать, чтобы платежи проходили недели, дни. Сейчас мгновенные платежи, поэтому мы развиваем и систему быстрых платежей. И один из важных проектов, над которым мы работаем, это цифровой рубль. Что дает цифровой рубль? Это третья форма денег, наряду с наличными центрального банка, безналичными коммерческих банков. Цифровой рубль – это мгновенные платежи, защищенные платежи. При этом транзакции будут гораздо дешевле, чем традиционные транзакции. На наш взгляд, цифровой рубль позволит легче внедрять и активнее внедрять смарт-контракты, когда, например, происходит автоматическое перечисление платежа при подтверждении исполнения контракта. И мы видим, что многие страны работают уже над цифровой валютой своей центральных банков. 56 стран здесь на слайде приведено. Дальше всех продвинулся Китай, он уже несколько лет проводит тестирование, эксперименты. И не только эксперименты, но тестирует уже на реальных платежах Швеция, Евросоюз, Соединенные Штаты Америки. Ну, практически, я не знаю, уже стран, которые бы не заявляли об интересе к цифровой валюте. И, конечно, вот такое бурное развитие, а я думаю, что оно будет, цифровых валют в ближайшее время, в будущем позволит выстраивать взаимодействие платформ цифровой валюты разных стран. И это, конечно, также облегчит трансграничные платежи. Мы сейчас работаем над прототипом цифрового рубля. В наших планах его сделать в начале следующего года, и затем мы начнем его тестировать по разным операциям, с разными контрагентами. Мы надеемся, что и не царевые экспортеры тоже почувствуют удобство от ведения этой формы национальной валюты. И третья тема, которую я хотела затронуть, ее практически все выступающие затрагивали, это действительно глобальный вызов, климатическая повестка. Энергетический переход. Я лично считаю, что это ответственность нашего поколения затормозить потепление климата и снизить загрязнение окружающей среды. Иначе следующее поколение, наши дети и внуки столкнутся с гораздо большим количеством природных катастроф, неурожаев. И эту проблему в короткие сроки будет тяжело решать. И для нас, как я уже сказала, это нелегкий переход. Мы понимаем из-за структуры экономики, это действительно нелегкий переход. И финансовая сфера, а мы как регулятор видим свою задачу в этом, должна быть настроена на то, чтобы облегчить переход нашей экономики. Вот этот вот плавный переход. Здесь очень много вопросов, проблем, разные сценарии. Алексей Леонидович на слайдах показывал тоже два возможных сценария, как они отразятся на спросе на нефть. Но действительно, многие сценарии существуют, потому что цель понятна, а путь пока, в общем, неясен. И неясен, как он обеспечен финансово и технологически. И все это многим странам придется по ходу делать, и нам тоже. Что мы считаем важным здесь? Важным, конечно, первое, самое важное, это раскрытие информации. Не только о зеленых проектах, но для нашей экономики очень важны проекты трансформации. Когда компании с большим углеродным следом имеют возможность трансформироваться. Раскрывают информацию по целям и по своим стратегиям. И для этого должны быть специальным образом созданы и инструменты. У всех на слуху зеленые облигации, но должны быть и трансформационные облигации. И банковская система. Мы сейчас смотрим, как настроить регулирование для того, чтобы помогать и зеленым проектам, и, главное, трансформационным проектам. Это сложная задача, потому что действительно спрогнозировать риски будущего и сценарии сложно, калибровать эту систему сложно. Но мы будем работать, будем работать в диалоге с вами для того, чтобы такой переход, финансовая сфера поддержала, и финансовые институты поддержали. И для нас это вызов, но я уверена, что мы справимся и будем в диалоге не только с финансовым сектором, но и с компаниями, которые такой подход реализуют. Поэтому финансовая сфера много может сделать для несырьевого экспорта. Это, безусловно, финансирование, доступность финансирования, общие условия для финансирования, но где-то и абсолютно таргетированные задачи, над которыми мы работаем. Спасибо за внимание. Позвольте, мы не укладываемся, конечно, в хронометраж, но все же у нас в первом ряду есть два замечательных спикера. И мне очень хочется предоставить им слово, потому что очень много говорилось о государственной поддержке в той или иной форме. Игорь Иванович, вот я вижу вас в первом ряду. Вот вы, руководитель, пожалуйста, вы также можете выйти на сцену, она не будет пустовать. ВЭП-то, крупнейший институт развития и в том числе поддержки экспорта. У самого ВЭП-РФ какие планы на ближайшие 10 лет? Сначала добрый день. Всех приветствую от группы ВЭП на этом форуме. И разрешите поблагодарить Веронику Олеговну, поскольку очень хорошо подготовлено, интересно. Сама сессия по себе необычная. И вот я застал вопросы ВТО, а закончили вопросами питания. Особенно, это была в последней презентации очень интересно. Особенно, находясь в голодной паузе на 7 дней, я подумал, что когда будут сладкие белки не только сертифицированы и доступны, этого не придется делать. И вопросы образования. Мы, вы знаете, сейчас развиваем компанию просвещения. Я уделяю большое внимание общему образованию. И все, что я услышал про продукты РОБа, надо задуматься про приобретение на рынке, в том числе и взаимодействие, может быть, образовывая новые партнерства. Про Росатом я уж молчу. А по поводу, конечно, того, что Эльвира Севизатом говорила, полностью поддерживаю. Конечно, весь финансовый инструментарий должен быть поддержан и настроен. Я не знаю, говорил Алексей Леонидович или нет, на самом деле, очень тяжелую, большую работу, может быть, большую поступление в ВТО провел он. Он был руководителем правительственной комиссии, которая решала все вопросы и разногласия, когда мы согласовывали все материалы со Всемирной торговой организацией. Это было интересно. Теперь по поводу ВЭБа. Но на фоне того, что здесь звучало, я не думаю, что скучная повестка, которую я могу сейчас изложить, настолько сейчас занимательна. Но ВЭБ – это и есть, в первую очередь, все, что делает по экспорту РЭЦ. И помимо того, что делает РЭЦ, мы во взаимодействии с РЭЦ поддерживаем нашими поручительствами или возможностями в будущем, скорее всего, большими возможностями для Росаксинбанка. И там, где сделки достаточно сложные и там, где по риск политики РЭЦ на себя взять не может, а нам нужно поддержать в том числе инновационные прорывные технологии и возможности на новых рынках, там мы будем поддерживать своим балансом. Но в пределах того, что Эльвер Севзадов будет считать, что это является безопасным для финансового рынка, с тем, чтобы мы не создавали каких-то неудобств для нашей финансовой стабильности. Но в этом смысле мы работаем не только с РЭЦ. Опять, если вернуться к инновационным возможностям, вообще хотим научиться и при реализации проектов «Маяков», мы для этого на работу взяли Леонида Осипова, и при наших других линиях посмотреть, как от стартапа до большой промышленной разработки и внедрению продавать не только потребителям Российской Федерации, и, конечно же, иметь в виду, что это продукция конкурента на международных рынках. И это означает качество жизни, это и означает новые качественные рабочие места, и все, что несет повестка ИСЖ в этом смысле. Мы хотим научиться так работать, и, конечно же, на 2022 год для нас это реальная амбиция. Мы так будем делать. Спасибо большое, Игорь Иванович. Желаю всяческих достижений в этих направлениях. Спасибо вам большое. Андрей Ремович, Андрей Белоусов у нас также в первом ряду. Андрей Ремович, я, наверное, попрошу вас де-факто подвести итоги, потому что времени совершенно не остается. Ну, конечно же, сказать о главном, что вы вынесете с собой сегодня по итогам этого пленарного заседания. Спасибо большое. Я благодарю, очень признателен организаторам этой дискуссии, потому что действительно поставлены фундаментальные вопросы, и спикеры, которые выступали, они в разных аспектах эти фундаментальные вопросы затрагивали. Я тоже сейчас хотел бы вернуться к основному вопросу. 30 лет, что 30-летие 21 века, что это для нас значит. Прежде чем сказать, как мы собираемся реагировать, нужно понять на что, и вот как охарактеризовать вот это вот ближайшие 5-7 лет, которые нам предстоит. Если говорить предельно коротко, я бы сказал, что это время великих потрясений и великих возможностей. Есть такое понятие «идеальный шторм», это когда на ограниченном временном пространстве сходится ряд крупных тенденций, крупных трендов. Так вот, мы сейчас имеем ровно такую ситуацию. О чем идет речь? Первый, конечно, тренд, который начался во второй половине первого десятилетия и завершился, и еще не завершился, он набирает силу. Это тренд распада той модели или кризиса, или трансформации, какую можно назвать, той модели мировой торговли или мировой глобальной экономики, прежде всего торговли, которая сложилась в 90-е годы. Вот, Алексей Леонидович Кудрин привел слайд с темпами роста мировой экономики и мирового ВВП. Вот если пересчитать мировую экономику в сопоставимые цены, а не в текущие, и продлить этот слайд в 90-е годы, то видно, что мировая экономика росла примерно 3% в год, а мировая торговля 6%. И мировая торговля была общепризнанным драйвером мировой экономики. А уже начиная со второй половины 2000-х годов, и особенно после кризиса 2008-2010 года, ситуация кардинально поменялась. Мировая экономика торговли перестала быть драйвером экономического роста. Об этом многие говорят, и признаком этого является кризис всей системы регуляторики. Можно говорить о кризисе, в том числе, прежде всего, естественно, ВТО. Второй тренд, очень мощный, безусловно, это тренд, связанный с цифровизацией. Я не очень согласен, но, конечно, можно здесь спорить по поводу того, что ЕСЖ становится таким ключевым фактором торговли, выбора потребителей и так далее, замещая качество, а перед этим проникновение на рынке. Я думаю, что сейчас таким фактором становится время. И цифровизация впервые сделала время ключевым фактором конкурентности. Почему? Потому что цифровизация дает возможность реагировать на запросы потребителей, во-первых, быстро, и, во-вторых, просто молниеносно, и, во-вторых, очень точно. И выигрывает тот, кто сделает это быстрее и точнее. Почему? Сейчас такое проникновение маркетплейсов идет, цифровых торговых площадок, которые быстро замещают традиционный торговый оборот. Почему мы даже не знаем, насколько быстро, потому что статистики нет. Мы только можем там по отдельным признакам судить. Эта тенденция, безусловно, продолжится. Но мало того, что маркетплейсы, еще мировые торговые потоки забирают крупнейшие глобальные торговые площадки, которые находятся вне системы регулирования вообще. И только-только сейчас, значит, пытаются накинуть какие-то регуляторные сетки на них в виде пилар-1, пилар-2. То, что ОСР продвигает, и крупнейшие страны, в том числе, мы тоже, значит, в эту историю начинаем вписываться. Безусловно, третий фактор, который, третья тенденция – это ковид. Я честно скажу, мы все недооценили масштабы ковида, масштабы изменений, ну, я, по крайней мере. Мы в прошлом году так это благонамерно все говорили, что да, конечно, пусковидная экономика, это, конечно, удаленные места, это, конечно, дистанционные там все отношения, это, конечно, распад логистики, это, там, цифровизация, это ускорение цифровизации. Все-таки здорово, имея в виду, что все это, конечно, кончится через пару-треку лет, мы где-то выйдем на какой-то стандарт. Значит, сегодня мы видим, что ковидная вся эта история существенно сдвинула макроэкономические балансы и точку равновесия, вот здесь я обращаю внимание на выступление председателя, точку равновесия пока мир не нашел. Об этом говорили на питерском форуме, свидетельством этому являются инфляционные волны, мы сейчас проходим вторую инфляционную волну и, очевидно, будет третья, потому что сейчас вторая волна, она с высокой вероятностью породит третью волну. Ну, связанную опять с продовольствием, которым мы столкнемся в 2022 году, в втором полугодии особенно. Но что здесь важно? Вот мы видим, что сейчас крупнейшие регуляторы макроэкономических балансов находятся в таком серьезном, я бы сказал, перед очень серьезным фундаментальным выбором. С одной стороны, небывала инфляция, 4% в Европе, больше 6% в Штатах, это что-то такое невероятное для этих экономик. С другой стороны, огромный долговой навес. И понятно, что ужесточение сейчас денежно-кредитной политики может сработать триггером обвала долгового навеса и вызвать долговой кризис. Об этом сейчас много говорят, в том числе международные эксперты, но это реальная проблема. И мы эту точку еще не прошли, эту точку неопределенности. Как из этой ситуации будем выходить, нам Эльвирский заодно показывает пример, надо ужесточать, повышать ключевую ставку, но прямо скажем, так решительно действуют не все. И, конечно, четвертый тренд – это энергопереход. Сейчас складывается такая некая идеология энергоперехода, но есть и вполне конкретные вещи. Европа с 2003 года выстраивала систему торговли квотами, причем она ее выставила поэтапно, сейчас она ее практически завершила. И последний штрих на этой вот карте – это только одно из явлений, таких явлений несколько, на самом деле я сейчас не буду говорить то, о чем повторяет, о чем говорил Эльвирский заодно, про зеленые финансы только в части торговли. Последний штрих – система эта состоит из, как любая система, из нескольких элементов. Вот один из этих элементов – это трансграничное углеродное регулирование, в просторечии этот самый углеродный налог, хотя это никакой не налог на самом деле. Это практически распространение системы торговли квотами через сертификацию на импортеров. В июне этого года соответствующий документ был принят Еврокомиссией, он сейчас обсуждается в Европарламентах. Что он для нас значит? Если вот спроецировать те правила, которые сейчас обсуждаются на 2020 год, у нас торговля с Евросоюзом примерно 100 миллиардов евро. Он охватывает пять групп товаров, вот этот вот регламент – это черные металлы, алюминий, цемент, минеральные удобрения и электроэнергия. Для нас актуальны из них три, потому что цементом и электроэнергией мы не торгуем с Евросоюзом практически. Но если это пересчитать в пошлины, в экспортные, в импортные пошлины, то в среднем вся сумма этих товаров – это около 7 миллиардов евро. В среднем этот платеж должен составить около 1 миллиарда евро, чуть больше. Это примерно 17%. То есть это эквивалентно введению пошлины около 16-17%. Для черных металлов – это 16-17%, для алюминия – 4%, а для минеральных удобрений – это 37%. Это практически запретительная пошлина. То есть фактически ставится барьер торговли минеральными удобрениями с Европой. Нам на это, конечно, надо реагировать. Мы сейчас вырабатываем меры, систему мер, как к этому относиться, как с этим работать и так далее, и так далее. Естественно, мы не бросим. Я хочу сказать, что в целом, в совокупности, эти четыре тренда создают принципиально новую ситуацию, чем та, в которой мы жили последние пять лет. Наша система поддержки экспорта, которую мы сейчас создавали, базировалась на очень простой идее. Есть клинический путь экспортера, его жизненный цикл. И надо создать два условия. Первое – это снизить затраты на всех элементах этого пути. Это делается через систему субсидирования, которую, конечно, надо настраивать, но двигаемся в этом пути. И второе – надо сократить время и снизить транзакционные издержки. Это делается через систему одного окна. Вот, собственно, все, что, если так, редуцировать все предельно, вот это наша система. Конечно, мы должны в этой парадигме оставаться. Не надо метаться, нам все это надо доделать. Но новая ситуация, она требует новых приоритетов. Я просто без комментариев сейчас назову пять приоритетов, которые, с моей точки зрения, этим завершу. Которые, с моей точки зрения, вот, отвечают той ситуации, которая у нас сложилась. Первое. Очень важным становится для нас – это снижение неопределенности для экспортеров и содействие, адаптация новым меняющимся правилам на мировом рынке. Есть целый ряд инструментов, которые сейчас запускает РЭЦ в рамках платформы. Это очень важная история. Вторая история – это, конечно, использование новых инструментов, новых, прежде всего, цифровых возможностей, которые появляются. Это вывод наших экспортеров на мировые маркетплейсы и содействие в привлечении цифрового финансирования. Третья очень важная история – это перенос акцентов с поддержания операционной деятельности экспортеров на поддержание инвестиционной деятельности и создания сопутствующих активностей, таких как сертификация, омологация, послепродажное обслуживание и так далее. Почему? Потому что это позволяет существенно снизить риск экспортеров, которые работают с длинными циклами. Четвертое – это создание опорных точек, опорных зон в территориях, составляющих экономический интерес для нашей страны, для нашего экспорта. Речь идет о промышленных зонах и о торговых домах. Примером такой зоны, пока экспериментальной, мне сказал, является промышленная зона в Египте, которую мы создаем. Сейчас, я надеюсь, все будет нормально. И еще последний, пятый приоритет, здесь крайний, но не последний – это содействие экспорту малого бизнеса. Потому что я считаю, что малый бизнес в части поддержки экспорта и возможностей экспорта принципиально недооценен. И в ближайшие годы нам предстоит создать условия, когда через новые возможности в маркетплейсе, в том числе малый бизнес, выйдет на международную арену. Спасибо. Андрей Леонидович, спасибо большое. Это не только заключение, это еще и задел на отдельную такую большую сессию для обсуждения. Спасибо большое, благодарю всех участников. Это было действительно полезно. И всем плодотворной работы на форуме. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.